Приветствую вас и давайте мы сразу скажем о том, что вы обратились в раздел «Психологию», где люди используют научный подход. Научный подход называется научным потому, что в нем используются принципы анализа, синтеза и эксперимента. Это такие универсальные научные методы познания. Я не просто так вам об этом говорю. Я вам говорю это потому, что вы ищете наши дождались парня с армией. Вы большая молодец, что его дождались. Не каждая девушка это сможет сделать. Это достойно уважения. Правда. Пока он был в армии, пишите вы, было все хорошо. Но когда он вернулся, стал неузнаваемым. Что изменилось? Почему он стал неузнаваемым? Как изменилось его поведение? В какую сторону изменилось его поведение? Какие непосредственные черты изменения его поведения вы можете выделить? Это ну не обязательно сказать. Дальше. Что значит, пока в армии было все хорошо? Пока он был в армии, все было хорошо. Что это значит? Хорошо для кого? Для вас? Или для мужчин? Или, может быть, вы имеете в виду хорошо то, что вы общаетесь с ним на расстоянии? Ну, тоже, этот момент не ясен. Далее вы пишите, что вы с ним остались и не общались два месяца. То есть, он пришел из армии, вы его дождались, но он стал неузнаваемым, и вы с ним расстались после того, как он пришел из армии. Опять-таки, его неузнаваемость на вас как-то очень негативно влияла? Или, может быть, вы просто увидели перед собой другого, взрослевшего человека, который стал, ну, вообще, другим? Когда мужчина уходит в армию, ну, мужчина уходит в армию где-то лет восемнадцать, чаще, то есть, иногда, позже, конечно, бывает, но чаще все-таки восемнадцать. Мужчина уходит в армию, будучи ребенком. В армии, естественно, происходит взросление, переосмысление ценностей, взглядов, жизненных ориентиров. Человек приходит из армии, он уже другой. И, может быть, вот эта вот его неузнаваемость как раз и стала, по сути дела, ничем иным, как взросление, которое вы отказываетесь признавать. Почему я так говорю? Потому что вы не описали непосредственного влияния, непосредственного влияния его поведения, его изменений на вас. Дальше вы пишите, что, значит, случайно встретились с ним, он признался, что он тоже скучал. Ну, понятно, он скучал, но ему гордость не позволяла вам написать. Хорошо. Хорошо. Дальше. Прошло время, и он опять меня заблокировал в соцсетях и ограничивал всяческий доступ к ним. Почему заблокировал? Что произошло? Может быть, он понял, что вы это все-таки не его женщин, что вы не та, с кем он хочет связать свою жизнь. Может быть, пока он был в армии, по памяти он еще с вами общался, но когда пришел, понял, что изменился, и вы ему уже не подходите. Может быть, так. Дальше вы пишите, что сходите с ума. Тоже вот не совсем понятно насчет. Ну, вы человека любите. Любите определенно достаточно сильно, раз дождались его из армии. Если любите, то логично предположить, что желаете ему счастья. Если вы желаете ему счастья, то подумайте. Тот факт, что мужчина заблокировал вас в соцсети, тот факт свидетельствует о том, что он счастлив или нет? Как вы думаете? Ну, наверное, нет. Наверное, не свидетельствует все-таки. Хорошо. Если мы с вами пришли к этому моменту, то давайте теперь ответим себе на такой вопрос. Ну, вот, если мужчина на данный момент с вами все-таки не счастлив, то, может быть, его стоит пока отпустить? Ведь вы же желаете ему счастья. А если он с вами не счастлив, то, получается, вы его не совсем любите. Получается, что вы с ним потому что вам нужно. Получается, что вы с ума сходите как раз потому что хотите быть с ним, а он с вами быть не очень хочет. И вот отсюда вся беда. Понимаю, что, может быть, я в данном случае ошибаюсь. Понимаю, что, может быть, вы совсем иначе видите ситуацию и понимаю, что, возможно, как бы, на самом деле все остается немножко иначе. Может быть. Но то, как вы описываете ситуацию, как вы ее представляете нам, пожалуй, выглядит совершенно однозначно. Что вы просто-напросто не можете жить без этого человека. Что вы скучаете по нему, что вы думаете как с ним, с чего. Именно по той причине, что в некоторой степени вы от него зависли. И если это действительно так, то от зависимости вам нужно избавляться. Потому что она ни к чему хорошему не приведет. Более того, зависимость снижает ценность вашу для человека. Если вы даете мужчине понять, что вы хотите быть с ним при, собственно, любом раскладе. То есть, вне зависимости от того, хочет он этого или нет. А если вы даете мужчине понять, что вы готовы за ним бегать, что вы готовы за ним ухаживать, вы готовы его добиваться и прочее, и прочее, и прочее. То, к сожалению, в этой ситуации нельзя говорить о том, что у вас отношения выстраиваются достаточно хорошо и правильно. Потому что это отношения неравноправные. И тогда давайте мы с вами сразу скажем о том, что вам нужно переоценить свои желания и то, что вы получаете от мужчины. Что вы от него получаете, что вы хотите от него получать, что вам от него нужно. Вот эти моменты вам нужно для себя понять. Понять, чтобы что? Чтобы необходимые силами, необходимые элементы реализовать самостоятельно, без мужчины, в нем нуждаться перестать и стать, наконец, свободным. И вот когда вы будете свободны от него, вот тогда у вас появится возможность адекватно воспринимать то, что происходит. То, что происходит с ним, то, что происходит с вами, то, что происходит с вами обоими и так далее. И на вопрос о том, что вам делать, мне хочется сказать так. Мужчина вас заблокировал, значит, общаться с вами он не хочет. Раз общаться он с вами не хочет, значит, вы его никак не заставите. Ну, никак вы его не сможете заставить с вами общаться. А значит, отпустите, отпустите его и не пытайтесь стучаться в ту дверь, которая закрыта. А если вы стучите столько в нее и других путей для себя не видите, тогда возникает вопрос, а почему вы именно за этой дверью хотите получить то, что вам нужно? И почему вы считаете, что именно за этой дверью лежит то, что вам нужно? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok